Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Суд признал бизнесмена банкротом, после чего он сбежал в Италию. В 2019 году из-за долгов Смышляева были арестованы счета его несовершеннолетних детей и 74-летнего тестя. Фигуранту дела удалось скрыться от правоохранительных органов. Однако в мае 2019 года его задержали в итальянском городе Кома. Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен. И сегодня в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Смышляева экстрадировали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и преднамеренное банкротство. По данным прокуратуры республики, Смышляева задержали в городе Кома и в ближайшее время его доставят в Москву. Минэкономразвитие России включила в реестр резидентов в территории социально-экономического развития компанию «Башкирские криогенные технологии». Компания создаст Кумертау – завод по производству медицинских и технических газов. Стоимость реализации инвестпроекта оценивается в 307,5 миллионов рублей. Производство полностью покроет потребности медицинских учреждений республики в кислороде и азоте. По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Екатерины Кликуновой, на производстве будет создано 17 рабочих мест. Проект планируют реализовать до 2025 года. Для инвестора подобрали помещение бывшего машиностроительного завода «Искра». Во втором квартале компания начнет реконструкцию представленной площадки. Ограничения на вывоз сахара за пределы страны могут привести к стабилизации роста цен на внутреннем рынке. Об этом телеканал РБК ОФА сообщил министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев. Напомню, что с инициативой ввести механизм демпфертного регулирования экспорта сахара вплоть до полного запрета на его вывоз ранее выступил Совет Федерации. Такие меры предполагается сохранить до стабилизации цен в стране на уровне 36 рублей за 1 килограмм с НДС не только для индивидуальных, но и для промышленных потребителей. По сахару белому нужно понимать, что это в первую очередь биржевой товар. И, конечно же, цены внутри страны очень сильно зависят от цен на внешних рынках. Те меры по ограничению экспорта, которые сегодня активно обсуждаются, они поспособствуют стабилизации роста цен на данный вид продукции. Но при этом могут повлиять на то, что многие производители прекратят отгрузку сахара в ритейл. Мы видим, что наши производители ограничивают и даже в некоторых случаях прекращают поставки продуктовой сети по фиксированным ценам, которые у нас определены с соглашением. То есть у нас приходная цена в наших продуктовых магазинах, она дороже, чем фиксированная цена максимальная, которая должна быть на полках. И наши продуктовые компании, они несут убытки. В Министерстве сельского хозяйства Республики отметили, что возможные ограничения на экспорт сахара в ближайшее время не повлияют на его производство в регионе. Кроме того, сохранятся планы по увеличению посевов и переработке сахарной свеклы. Конечно же, в первую очередь, эта ситуация повлияет на внутренние цены на территории Российской Федерации, естественно, на Республике Башкортостан. То есть цены будут снижены. Мы эту ситуацию наблюдаем уже сейчас по таким направлениям, как пшеница. Пшеница и продовольственная, куражная, ничмень, кукуруза. То есть все те зерновые группы, которые сейчас находятся под определенными ограничениями на вывоз за пределы Российской Федерации, они показали снижение. Напомню, в России цены на сахар до 1 апреля зафиксированы соглашения между поставщиками и ритейлерами. Оптовая цена не должна превышать 36 рублей. Розничная – 46 рублей за килограмм. Около 700 миллионов рублей планируют привлечь власти Республики из Федерального центра для борьбы с безработицей. Об этом на очередном оперативном совещании сообщил и министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова. 487 миллионов рублей направят на субсидирование организации при приеме на работу безработных граждан, 187 миллионов – на переобучение более 3 тысяч работников, находящихся под риском увольнения. Отмечу, из бюджета Республики на борьбу с безработицей в этом году выделили 458 миллионов рублей. Перед правительством региона стоит задача увеличить численность занятого населения минимум до 1 миллиона 812 тысяч человек. В Республике Башкортостан продолжается реализация государственной программы регулирования рынка труда и содействия занятости населения. Общий эффект от реализации госпрограммы в таком тяжелом 2020 году – это охват мероприятиями активной политики занятости более 126 тысяч человек, поддержка в виде пособия по безработице, которую получили более 200 тысяч граждан, и трудоустройство. Также Ленара Иванова отметила, что в прошлом году в Республике на выплату пособия по безработице направили 7 миллиардов рублей. Раньше на эти цели выделяли ежегодно по 1 миллиарду. В прошлом, позапрошлой неделе, вот было и в Ишимбайе с главой разговаривал, и в Кумертау с главой разговаривал. И тут и другое мне дружно говорят. Вот, например, у них там развивается швейное производство. Вот в Ишимбайе мне Азамат Фарич сказал, мне говорят, нужно 200 швей не можем найти. В то же время люди не идут. Но я на этом как сказал. Слушайте, на ваши 15-17 тысяч рублей люди уже не пойдут. То есть это опять же история такая, что нужно экономикой развивать таким образом, чтобы достойную зарплату платить. Напомню, в прошлом году во время первой волны пандемии число безработных в Республике выросло в 5 раз. В конце сентября их числилось более 129 тысяч человек. На регулирование рынка труда было направлено 196 миллионов рублей. В итоге удалось устроить на работу почти 73 тысячи жителей Республики. Средний размер потребительского кредита в Республике вырос за год на 18%. В феврале он достиг почти 193 тысяч рублей. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. По словам экспертов бюро, увеличение показателя происходит на фоне сокращения выдачи потреб кредитов и связано с консервативным подходом банков к розничному кредитованию. Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче займа и его размере является персональный кредитный рейтинг заемщика. Чем выше рейтинг, тем больше сумма кредита. Больше всего средний размер потребительского кредита вырос в Московской области почти на 30%. В Москве на 20%, в соседних Татарстане и Свердловской области на 20 и 17,5% соответственно. На этом у меня все. К этому часу я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова